Поддержанные автомобили могут подорожать в России. По мнению многих экспертов, рост стоимости поддержанных автомобилей можно ожидать в течение двух-трех месяцев. Изначальное увеличение цен на автомобили с пробегом ожидалось в июне, сразу после снятия ограничительных мер, связанных с коронавирусом. Но тогда спрос на поддержанные машины вырос, а их стоимость осталась на месте. По словам специалистов, вторичный авторынок просто не успел отреагировать на сложившуюся ситуацию. Отмечается, что в прошлом месяце спрос на автомобили с пробегом возрастом до 5 лет увеличился аж на 17% по сравнению с прошлогодними показателями. Еще одним фактором, сдерживающим рост стоимости поддержанных машин, является политика банков в отношении выдачи кредитов на такие транспортные средства. Так, кредитные организации чаще отказывают в выдаче займов на автомобили со вторичного рынка. В итоге покупателям приходится выбирать те машины с пробегом, на которые у них хватает собственных средств, что зачастую приводит к покупке в более бюджетном сегменте. Исходя из всех вышеперечисленных факторов, эксперты прогнозируют, что рост цен на машины с пробегом следует ожидать в ближайшие 2-3 месяца. Напомним, что совсем недавно автоэксперт Игорь Маржаретто отметил, что в прошлом месяце отмечался нетипичный рост реализации новых легковых автомобилей по сравнению с таким же периодом прошлого года. При этом эксперт отметил, что продажи машин к концу года должны снизиться примерно на 20%. Кроме того, он спрогнозировал, что цены на новые автомобили продолжат увеличиваться. Также Маржаретто опроверг информацию о дефиците машин у дилеров. Эксперт сообщил, что с трудностями в покупке может столкнуться только тот клиент, который хочет немедленно купить автомобиль и уехать. Мы смотрели видео-версию сайта Тарантас Ньюс. До скорого!